Привет! Привет! В эфире подвиги и у нас сегодня очень важная такая дискуссионная тема в преддверии Всемирного дня донора костного мозга. Да, в этом году он отмечается 19 сентября, а сегодня накануне мы поговорим о донорстве костного мозга в России и вообще ситуации вот в этой теме. И сегодня у нас будет гость эфира, который сам является донором костного мозга. Его зовут Женя Лепешкин, он родом из Тюмени. Донором крови он является уже несколько лет и два года назад он решил сдать еще анализы на донорство костного мозга. После этого два года не было информации и в марте ему позвонили из регистра, сказали, что он подходит одному из рециплиентов и пригласили в Санкт-Петербург на забор стволовых клеток. И его история уникальна тем, что это все проходило во время эпидемии, нужно было все время сидеть в палате, нельзя было никуда выходить. Да, были свои особенности, но несмотря на все эти минусы процедура состоялась, то есть это произошло полгода назад. И вот сегодня у нас в эфире Евгений согласен поговорить и рассказать о том, как происходило, что происходило, почему он решил стать донором, какие были, может быть, какие-то минусы в процедуре, как он перенес эту процедуру. То есть он постарается ответить и на вопросы, которые нам задали уже подписчики, и на наши вопросы. Ну и вы, конечно, можете продолжать писать вопросы прямо сейчас, и мы их позвольте. Ждем его в эфире. Да-да. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Мы вас хорошо слышим, очень рады видеть. Отлично. Отлично. Мы немного о вас рассказали, мы представили вас гостям, нашим подписчикам. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как вы стали донором костного мозга. С чего все началось? Ну, в общем-то, все произошло случайно. Я и донором не особо хотел становиться. Просто у нас в городе произошло происшествие небольшое, и попросили сдать вторую отрицательную группу. И так чисто случайно я решил, а почему бы и нет. Первый раз сходил, сдал вот по этому случаю. Второй раз коллега попросил по работе сдать, потому что он в обмороке падает при виде крови. Ну, я так потихоньку втянулся, и, собственно, уже на протяжении нескольких лет являюсь донором. Вот. А донором костного мозга непосредственно я стал, ну, еще более, скажем так, удивительно, потому что началось все с того, что я написал на госуслуги в предложение, такое небольшое предложение о том, чтобы прямо на госуслугах можно было ставить галочки о том, что я, например, после смерти могу, разрешаю трансплантацию своих органов. Вот. И когда, да, это предложение вроде бы как приняли, обещали сделать, пока, естественно, этого нет. Но, тем не менее, вот я начал именно с трансплантации, а потом чисто случайно наткнулся на сайт регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. И не с первого раза, не с первого захода, то есть первый раз я все прочитал, посмотрел, мне показалось как-то немного недостаточной информации, прочитал чуть побольше, и где-то спустя, наверное, месяц после первого прочтения решил пройти типирование и вступить в регистр. Примерно так это произошло. То есть, насколько я знаю, вот кровь на типирование Вы сдали два года назад? Да, примерно так, да. То есть, я хочу пояснить, что сдать кровь на типирование – это просто сдать кровь из вены, чтобы информация как бы вот о генетике попала как раз вот в базу, в регистр. То есть, сама процедура сдачи крови на типирование, она достаточно проста. Да, это абсолютно простая процедура. Примерно занимает, ну, от силы, там, две минуты для того, чтобы заполнить бланк и сдать кровь, поэтому ничего сложного нет. В течение где-то двух месяцев приходит письмо на почту о том, что Вы вступили в регистр. Ну, примерно так. Ну, а потом нужно сидеть, ждать звонка. И это может быть вообще неожиданный звонок, насколько мы понимаем. Да, этого звонка вообще может и не быть. То есть, это очень маленькая вероятность того, что человеку найдется тот генетический близнец, которому он может помочь. То есть, вот расскажите, как Вы услышали звонок, что почувствовали? Как услышал звонок, на самом деле, действительно, это была неожиданность, потому что я отправлялся на встречу, я член общественной палаты по Тюменскому району, ну, на своей территории, и занимаюсь общественными делами, и ехал на встречу в администрацию для того, чтобы порешать определенные вопросы. Буквально сел в машину и раздается звонок. Для меня это, ну, вот первое, я вообще не поверил, потому что я даже когда вступал, мне казалось, что у меня уже очень мало шансов. То есть, мне на тот момент где-то было 38, наверное, да, лет 39, и когда я первый раз прочитал именно о донорстве костного мозга, там возраст до 45 лет. Я думаю, о, осталось немного, и, скорее всего, я не попаду. То есть, я в большей степени был уверен, что я не попаду вообще, ну, не совпаду ни с кем. Плюс ко всему, я не очень правильно оценил еще такую вещь, что у меня считается редкая по фенотипу группа крови, вот. И я думал, что это учитывается, но на самом деле группа крови не имеет никакого отношения к донорству костного мозга, то есть, это так, ну, скажем так, побочная вещь. Вот, и поэтому я вообще не верил, что это произойдет. Хотя, в принципе, поддерживал состояние здоровья все, ну, раз я активный донор, то есть, стараюсь питаться правильно, спать нормально, не пью, не курю. Ну, то есть, все как обычно. Для меня это обычно. Но тут такой, раз, звонок, и я прям, вот, реально опешил. Но, тем не менее, я уже на встрече, если честно, не мог думать вообще ни о чем, кроме того, что мне придется сдавать кровь, что у меня какой-то вот сразу переключился режим. Я сразу начал больше думать об этом, чем о других проблемах. Ну, и, в общем, все мысли захватило именно вот это вот значимое для, не только для меня, но и для рецепиента событие. Вы что-то знаете о том, кто стал рецепиентом? Да, я знаю, но не буду говорить. Вот вы сказали, что вам позвонили. Вам сказали готовиться к поездке в Санкт-Петербург, вот как раз в эту больницу, где и происходит расплантация костного мозга. Что было дальше? Нет, не совсем так. Вот смотрите, мне позвонили, и в первый, ну, в первый звонок объяснили всю процедуру. Процедура заключается в следующем. То есть сначала нужно снова пройти повторное типирование, оно более точное. И нужно сдать все анализы на необходимые заболевания. То есть, что этих заболеваний нет. Вот. Анализов достаточно много, но берутся они за один раз, за один приход. Там порядка девяти пробивок крови. И в течение недели они выполняются, эти анализы. Если все хорошо, если полностью, ну, то есть, если типа по типированию никаких нареканий нет, то пациент, точнее донор готовится к поездке. По-хорошему их должно быть две. Одна на один день для дополнительных обследований. Ну, и вообще для того, чтобы посмотреть на донора, кто он, что он, как. Вот. И вторая, если в случае забора крови, как в моем, ну, вот как у меня происходило, то это порядка девяти дней. А если операция, то четыре дня. Но коронавирус, в общем, получилось так, что уже все начало закрываться во всех странах, во всех городах потихоньку начало закрываться все. И мне пришлось поменять и графики, поменять, ну, то есть, специально разработали другой график приезда моего. Потому что, если бы я съездил на один день, вернулся обратно, мне пришлось бы две недели сидеть в карантине. Вот, поэтому мне пришлось сначала сесть в карантин дома на две недели до поездки. И потом десять дней я был в абсолютной изоляции в Санкт-Петербурге. И потом еще по возвращению еще две недели. Ну, то есть, очень так. Не просто оказалось. Весело было, весело, да. Вот, ну, и все, после подготовки вот всех этих анализов, сдачи анализов, взяли билет и все полностью собрался и поехал. В больнице вам нельзя было никуда выходить, насколько мы поняли. Или же все-таки, да, то есть, вы сидели в палате, никуда нельзя было выходить. Ну, надо отметить, да, надо отметить, что палата у меня была хорошая, трехкомнатная. Вот, и два балкона было. Вот это максимум, куда я мог ходить. Вот, меня водили на дополнительные дообследования. То есть, вот то, что я должен был пройти вот в отдельный день. То есть, это УЗИ брюшной полости, рентген. Плюс тут здесь, ну, то есть, дополнительно мне взяли анализ на ковид. Вот, перед сдачей. Ну, то есть, чтобы все было абсолютно нормально. Вот, и, ну, это заняло буквально там несколько часов. А потом, потом вот, сколько там, 9 дней я сидел в палате, да. Ну, мне хорошо, работа позволяет. Я программист, и поэтому взял ноутбук, работал периодически, смотрел кино. Ну, нормально. Удаленная работа, она не прекращалась. Мы сейчас будем говорить о самой процедуре. И вот мы спрашивали наших подписчиков, как они, знают ли они, что нужно сделать, когда у тебя берут кровь. Как это происходит? То есть, есть мнение, что для забора костного мозга прокалывает позвоночник. И очень много людей так читают. То есть, 700 человек думают, что из вены, а 1200 говорят о том, что вот видимость позвоночника берут. Так, давайте эту информацию опровергнем. Да, давайте. Значит, что касается иглы в позвоночник. Естественно, ее нет, потому что эта процедура называется люмбальная пункция. И делается она исключительно в диагностических целях. Тем, кому она показана. То есть, это не имеет абсолютно никакого отношения к донорству костного мозга. Вообще, правильнее называть, наверное, на обывательском, будем так говорить, сленге. Это костный мозг, но мне совершенно не нравится это название, потому что оно как-то упрощает до нельзя все происходящее. Потому что речь ведь идет о гемопоэтических стволовых клетках. И мне больше нравятся именно стволовые клетки. Когда мы говорим о них, уже есть какая-то ассоциация больше гораздо с кровью, чем с позвоночником. И поэтому процедура действительно – это забор крови. Очень похож на забор плазмы или на забор тромбоцитов. Кто является донором, те должны знать. То есть, это обычная процедура. Две иглы ставятся в разные руки. Подключается аппарат. Центрифугируется необходимая фракция. Ну и, собственно говоря, кровь возвращается обратно. Плюс немного добавляется антикоагулянт для того, чтобы кровь не сворачивалась. И вот все последствия, которые вызывает вот эта процедура – это легкое покалывание в губах. Но это именно из-за антикоагулянта. Но, пожалуй, больше ничего. Есть еще второй, да. Есть еще второй вариант. Что еще раз? Эта процедура, о которой вы уже рассказали, она длится несколько часов. Да, вот та процедура, о которой я рассказал, она не то, что несколько часов, она может длиться несколько, ну, то есть пару дней. Как было в моем случае. Все зависит от тяжести больного, от его веса. То есть чем крупнее человек, соответственно, ему больше надо этих клеток. Вот, и зависит еще от веса донора. То есть, опять же, если донор маленький-худенький, то за один раз могут не набрать нужное количество клеток. И поэтому процедура будет повторяться два дня. Вот в моем случае тоже пришлось два дня, по пять часов. Но, тем не менее, набрали. Набрали нужный объем. И, в принципе, все прошло неплохо. Вернусь ко второму типу. Это когда берется, забираются стволовые клетки из плоских костей, из тазовой кости. Делается это проколом под общим наркозом. Обычно говорят, что, ну, то есть те, кто проходил эту процедуру, они говорят, что встал-пошел. То есть отошел от наркоза, встал-пошел. Да, немножко побаливает, примерно как больной укол. Но не более того. День-два, и все прошло. Здесь примерно та же самая история. Здесь тоже встал и пошел. Причем, ну, кроме как самого места укола от вены, больше ничего и не болит. То есть нет никакой вялости, нет никакого, ну, какого-то помутнения. Не качает, голова не кружится. То есть, ну, абсолютно нормально. Евгений, а кто выбирает вот этот способ? То есть это донор или это рекомендации врачей? То есть и в каждом случае он может быть там вот разным. Да, я понял. Но вообще, в принципе, выбирает это донор. Но в моем случае конкретно врач порекомендовал способ забора клеток. Сказал, что пациенту будет так лучше. Я согласился. Ну, насколько я знаю, то есть вот в большинстве случаев, то есть как раз выбирается вот тот же способ, что и у вас. Про большинство не могу сказать. Мы говорили как раз с сотрудником Росфонда, который о теме донорства. И вот она как раз тоже поясняла, что в большинстве случаев вот этот способ, он более предпочтительен. У меня такой вопрос еще. После процедуры вы уже сказали о том, что почти не было каких-то негативных ощущений. Вы, получается, сразу уехали или еще какое-то время были в больнице? Я уехал сразу, потому что, опять же, пандемия. И в течение вот тех девяти дней, пока я находился, мне все время меняли рейсы, меняли самолеты, потому что города закрывались. И даже в обратную сторону я летел уже непрямым рейсом. Мне пришлось лететь через Новосибирск, потому что уже прямые рейсы отменили полностью все. Вот была проблема вернуть меня домой. И поэтому не то чтобы... Ну, по-хорошему я должен был остаться как минимум на двое суток для дополнительного наблюдения. Но этого не произошло, потому что иначе я мог бы потом не вылететь совсем. Поэтому практически сразу... Да, практически сразу, через 3-4 часа я уже сидел в самолете. После 4 часов... То есть процедура закончилась, и вы сразу, получается, отправились в аэропорт? Практически, да. У меня там было где-то полчаса пообедать и передохнуть, и да. Режим цейтнот называется. Я хотела спросить. Это даже не я, а вопрос от подписчиков. Очень много вопросов вообще было в связи с этой темой. Спасибо всем, кто задавал. Да, и очень многие просто желали вам здоровья, желали благополучия и говорили, что вы огромный молодец, что решили стать донором костного мозга. Но многих людей отпугивает эта процедура как раз-таки, во-первых, из-за того, что это больно, из-за того, что это якобы укол в позвоночник. Мы сейчас выяснили, что это не так. И говорят многие, что есть последствия для организма, в том числе перепады с давлением. Вот у вас было что-то такое после? Может быть, со временем что-то появилось? Какие-то последствия? Ну, смотрите, я тоже немножко почитал вопросы и отзывы к заставке. Я заранее хочу извиниться за ту подводку и за этот кликбейт, что, может быть, не очень правильно интерпретировали мои слова. Вот. Давайте я постараюсь объяснить, что я имел в виду. Для того, чтобы стать донором, нужно располагать несколькими вещами. Первое, это надо иметь, то есть надо быть абсолютно здоровым. Абсолютно, это вот слово абсолютно-абсолютно. То есть вы должны обследоваться периодически, ну, хотя бы раз в полгода-год, и вы должны быть уверены, что у вас все в порядке. Не так, что у вас, например, какое-то есть заболевание хроническое, которое в данный момент затихло, и вы под шумок решили сдать кровь. Нет, такого быть не должно. Если уж оно у вас есть, лучше откажитесь сразу от этого. Потому что может возникнуть ситуация, что вы совпали, вам нужно ехать, а у вас обострение. Это опять надежды для пациента, неоправданные, зачем это нужно. То есть если вы нездоровы, если у вас скачет гемоглобин, и там всегда на пределе находится, займитесь лучше собой. Не надо помогать другим людям, помогите себе в первую очередь. И вообще донорство костного мозга в первую, самую-самую первую очередь, это безопасность самого донора. Вот. Если этого не будет, то, ну, вся эта процедура становится бессмысленной. Поэтому первое – это здоровье, второе – это время. То есть надо понимать, что, как правило, рецепиент уже ждать не может. Вот. Если вы не можете сорваться в моменте и уехать в другой город на 10 дней, ну, вот как в моем случае было, да, 10 дней, а если бы это была нормальная ситуация, то сначала один раз на один день, и потом второй раз на 9 дней. То есть если вы не можете этого сделать, вот просто так сорвались и поехали, вам не на кого оставить детей, вам еще что-то, еще что-то, то лучше тоже не становиться донором, потому что, ну, вы можете просто подвести рецепиента. Вот. Именно это я имел в виду, что когда говорил, что донорство не для всех. Оно действительно не для всех, потому что держать себя в порядке, я прекрасно знаю, что это очень трудно. Поэтому лучше этого всего не делать. Теперь, что касается осложнений после. Никаких осложнений лично у меня не было. Давление у меня всегда стабильно нормальное, то есть, ну, где-то в пределах 120 на 70. Я его периодически измеряю. Я его прекрасно знаю. Я знаю, что при виде врачей оно у меня подскакивает до 130. Вот. И это абсолютно нормальная ситуация. У многих она подскакивает. Мы не любим врачей. Вот. Единственная трудность, которая у меня вот вообще в процессе сдачи была, это, видимо, я вот в самый день, в первый день сдачи перенервничал, и у меня сжались вены. То есть, сжались настолько, что не могли поставить катетер. Для этого тоже существуют разные варианты. То есть, если уж в руке совсем нет возможности поставить катетер, ставят подключичный. И, ну, это не сложно, не больно. Единственное, что это считается хирургическим вмешательством. Вот поэтому это делает анестезиолог, а не обычный трансфузиолог. Ну и, пожалуй, все. То есть, в моем случае все обошлось. То есть, я просто какое-то время полежал. Мне, во-первых, позвали другого трансфузиолога пожилого, который работает с онкобольными. Она с закрытыми глазами нашла вены, поставила все, и все. Дальше все было без проблем. Я попил чаю, отдохнул, успокоился. Многие спрашивают, как в процессе, например, можно ли вставать. Вообще вставать нельзя, но прерваться при необходимости можно. То есть, закрывают катетеры, можно сходить в туалет, попить чаю. Ну, пусть ненадолго и нечасто, но прерваться на один, на два раза вполне возможно. Вот. Ну и еще раз повторюсь, что после сдачи, после того, как я вернулся домой, абсолютно никаких симптомов у меня не было. Спустя месяц обязательно делается проверка, снова сдается кровь. и уже по результатам вот этих анализов, ну, стало видно, что полностью восстановился, вернулся в нормальное обычное состояние. То есть, получается, вы еще раз, еще и не раз можете стать донором костного мозга? Не совсем. Вот. Это подведет нас к следующему вопросу. Ну, я предчувствую донором. Второй раз стать, во-первых, у нас по законодательству нельзя. Вот. А что важно, так как я уже стал донором, то в течение ближайших двух лет я формально законсервирован под рецепиента, под своего. То есть, если вдруг в течение года ему понадобится повторное переливание стволовых клеток, я снова пройду эту процедуру и снова сдам клетки и снова их перельют. Так что сейчас на два года точно я не могу быть донором для кого-то, потом, спустя время. И опять же, если изменится законодательство, то, наверное, смогу. Вот вернусь немножко назад, потому что важно сказать про возраст 45. 45 лет ограничения – это ограничение вступления в регистр. Донором можно стать и позднее. То есть, заявку на вступление в регистр надо подать до 45, а донором при наличии здоровья можно стать и в 50 и больше. То есть, да, если нашелся человек, которому нужны стволовые клетки, а человеку уже, например, 50 лет, то там с учетом, конечно, состояния здоровья он может стать... Да, там, да, да, с учетом состояния здоровья и, ну, в любом случае будут смотреть, есть ли дублирующий донор, если есть помоложе, то возьмут помоложе. Ну, вот примерно так. Ну, и от себя тоже скажу, что, конечно, человек здоровее, когда он моложе, поэтому, если вы молодые, если вы здоровые, пожалуйста, еще раз подумайте о том, чтобы стать донором костного мозга. В России национальный регистр очень небольшой по количеству, то есть всего 100 тысяч, около 100 тысяч по России, то есть это очень-очень мало. Поэтому, если вы серьезно вдумаете этот шаг, почитайте информацию, и, возможно, это кого-то там через год или через пять лет кого-то спасет. Это я обращалась к подписчикам, естественно, не к вам. Евгений, вы уже спасли человека. И у меня такой еще вопрос. Мы знаем, что через два года донор может встретиться со своим реципиентом, если там будет желание с обеих сторон. Вот вы хотели бы встретиться с человеком, для которого стали донором? Ну, это больше такой философский вопрос, потому что здесь нужно узнавать желание не мое, а скорее реципиента, потому что что я, по сути, сделал? Да ничего. Десять часов лежал на кровати. Вот. А донор, точнее, реципиент в это время переживал, ну, тяжелые для себя моменты жизни. То есть ему делали тяжелую химиотерапию, убивали его собственный костный мозг, снижали иммунитет. Естественно, у него наверняка были опасения того, что я мог бы отказаться в последний момент. Ну, то есть я больше чем уверен, что для него это тяжелый период его жизни. И встреча, она может, ну, как-то вернуть, что ли, эти эмоции. И если это действительно так, то я готов не встречаться. Но если реципиент захочет, почему бы нет? Ну, мне кажется, очень важно, что вы как раз сказали о том, что может чувствовать реципиент, потому что для многих больных вот пересадка костного мозга – это реально вот последний шанс. Это шанс. Это огромный риск, потому что всего же костный мозг, как правильно сказали, при этом, да, и большой риск, когда бывают случаи, когда даже вот донорский костный мозг может не подойти. То есть для человека это реально вот последний шанс. То есть это очень-очень важно. Мне вот хочется еще раз об этом сказать. Поэтому если вы молоды, у вас хорошее здоровье, и вы готовы стать донором, то, пожалуйста. Насколько я знаю, сейчас во всех практически крупных городах, регионах широко представлена сеть клиники «Инвинтро», лаборатория, которая как раз сотрудничает с Росфондом. То есть если вы желаете стать донором, можно прийти и сдать кровь на типирование как раз вот в сеть лаборатории «Инвинтро», и оттуда уже потом она попадет в регистры. Поэтому уточнить эту информацию в своем городе, и я думаю, это сейчас несложно. Вы сдавали, когда на типирование, это была какая-то акция донорская, или может быть просто вы уже тоже пошли и в лабораторию сдали? Нет, никакой акции не было. Я позвонил в компанию «Инвинтро», сказал, что я хочу стать донором костного мозга. Мне сказали, забор будет там происходить, ну, условно, там через 2-3 недели. Мы вас оповестим. Все, через 2-3 недели пришло оповещение. Сказали, подходите в такое-то время, и все, никаких проблем. То есть это достаточно просто. Да. У нас в комментариях к посту как раз про вашу историю написала девушка-рецеприент. Она рассказала о том, что сначала проходила процедура, когда ее же собственную кровь ей переливали, а потом уже донор, именно костный мозг уже от донора. И мы ее тоже хотели пригласить в прямой эфир, к сожалению, она не смогла. Она сказала, что нерои, конечно же, в любом случае, это именно донор, потому что он спасает жизнь. А вы сейчас сказали такую вещь, что заставил меня забывать. Я ничего не делала. Да. Да, да. Это так, что рецеприент действительно тоже сражается за свою жизнь, и действительно он тоже герой. Вот. Очень тяжелая, конечно, эта тема. И, наверное, помочь и протянуть руку помощи обязательно нужно, если есть такая возможность. У нас еще был такой вопрос. Как вы относитесь к лечению рака крови у нас в России? И как вы относитесь к деятельности Олега Тинькова, который сейчас заболел раком и решил создать фонд по поддержке? С чемодонно? Да, да, да. Ну, как я могу относиться? Во-первых, я, естественно, положительно отношусь ко всем движениям, которые делают ну, все возможное для того, чтобы работать с темой борьбы с раком в любых проявлениях. Вот. Соответственно, точно так же я поддерживаю, стараюсь поддерживать все донорские движения. Очень мне симпатизирует Росфонд, как он ведет свою работу. Я, во-первых, с ними столкнулся непосредственно вот в процессе донации пообщался. Великолепные люди, настоящие профессионалы своего дела. Поэтому, ну, со своей стороны я исключительно могу только восхищаться их стойкостью, их напором, их каким-то вот азартом, с которым они все это делают. Поэтому считаю, что, ну, это очень здорово. Что касается Тинькова, естественно, желаемое здоровье, несмотря на то, что его пытаются каким-то образом хейтить в социальных сетях, это обычный человек со всеми своими достоинствами и недостатками. Плюс ко всему, он чей-то сын, чей-то муж, отец, поэтому не нужно, ну, то есть нужно относиться к нему точно так же по-человечески. И то, что он перенес пересадку костного мозга, это прекрасно, что нашли ему донора, пусть даже и не у нас, но тем не менее. Дай Бог ему здоровья, если он пойдет по пути, что он действительно создат этот фонд, то это прекрасно. Чем больше, тем лучше. Мне кажется, каждый, каждый, ну, то есть, конечно, мы лукавим, мы хотим, чтобы был каждый, и каждый получил своего донора. Это невозможно в принципе, поэтому, но что-то делать для этого все равно нужно. Да, в любом случае. Вот я сейчас, как я себя называю, уже такой товарец, бывший в употреблении, я уже, к сожалению, не могу помочь никому и ничем в плане донорства костного мозга, но как только вот у меня закончится ограничение на сдачу крови, я снова буду донором обычным, поэтому нужно этим заниматься, в любом случае нужно. Ну, я хочу сказать, что вы помогаете тем, что вы рассказываете об этом. вы, ну, такой редкий человек, у которого есть этот опыт, и вы можете развеять как раз многие мифы, многие страхи, может, опасения чьи-то. Мне кажется, это вот, дорогого стоит, это не менее важно, чем то, что вы стали донором. Одно дело слушать информацию о людей, которые представляют фонд, другой уже от очевидца, который знает всю ситуацию изнутри, который это все сам пережил на себе. Вот. Здорово. У меня такой вопрос. Как отнеслись ваши близкие к вашему решению стать донором и уже к самой процедуре, может быть? Были ли какие-то сомнения, опасения у них? Да как они отнеслись? Тяжело они отнеслись, потому что я единственный мужчина в семье. Естественно, ну, для них это все незнакомо, неизвестно. Они точно так же, как и многие, думали, что мне там сделают операцию на позвоночнике. Вот. Поэтому я для них стал, ну, таким, что ли, информатором. Конечно, переживали, переживали до последнего момента, потому что так вот все было не очень обычно, как планировалось изначально. но, тем не менее, они в любом случае меня поддерживают, потому что, ну, хотя, на самом деле, есть, конечно, люди, которые спрашивают меня, зачем мне это надо, я никогда не могу объяснить, зачем, ну, просто надо и надо. Вот. Но в моей семье это нашло какой-то отклик сразу, и поэтому, да, переживали, но нет, не препятствовали. Хорошо, потому что у нас были как раз в комментаторах люди, которые говорили о том, что я вот готов, и я бы хотел, но вот там, например, супруг очень сильно против, и не пускает, в общем, вот такие были тоже ситуации, когда не получается. У нас сейчас вот как раз был в эфире вопрос, я его зачитаю. Я так понимаю, что это отсылка к рассуждениям по Олегу Тинькову. Важны мотивы людей, создающих благотворительные фонды, или важен результат? Как вы думаете? Ну, я думаю, что в конечном счете, наверное, важен результат. Причем тут мотивы, причем тут способы достижения цели, если достигается конечная цель сохранения хотя бы одной жизни. Вот если его фонд в итоге поможет спасти хотя бы одну жизнь, это уже не зря. Конечно. То есть, Евгения, причем тут мотивы? Вы рассказали о том, что вы занимаетесь общественной работой в Тюмени, насколько я поняла. Да. Вот поподробнее об этом расскажите, пожалуйста. это скучно на самом деле, потому что я никогда не считал себя каким-то человеком общественным, плюс еще и профессия накладывает определенные стереотипы, то есть мы программисты, такие вот ботаны. вот. Но в какой-то момент я приобрел себе участок недалеко от города Тюмени, приехал, это абсолютно была, ну как бы сказать, заброшенная деревня. Ну, заброшенная, это, конечно, слишком жестко, но деревня в том состоянии, в котором многие деревни продолжают существование после советского времени. То есть вот так, если описать. Естественно, как нормальный человек, как владелец собственного участка, как хозяин, я решил, что надо с территорией как-то решать вопросы по-хозяйски. Вот. Ну и для начала объединил людей, создал, написал специальную электронную деревню для того, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом, какие-то дополнительные сервисы и прочее. И в какой-то определенный момент люди сказали, а давай ты нас будешь представлять в администрации как член общественной палаты. Вот я согласился и мы решаем какие-то насущные вопросы. Вопросы экологии, вопросы дорог, электричества, вода, ну и прочее. Вот. Какое-то благоустройство, развитие опять же. То есть получается чего-то добиваться? Да, конечно, безусловно. Вот. То есть понятно, что на фоне всех вот всех событий, которые в стране сейчас происходят, то, что отображается в социальных сетях, говорить о том, что нам что-то удалось, это как-то ну не очень, не в поддержку общей волны, но тем не менее, если заниматься своей территорией, если хотеть этого, то можно добиваться нормальных вещей. И среди администрации есть хорошие люди, которые тоже готовы помогать, поэтому почему нет. Ну, я рада, что вы и в обычной жизни проявляете активность на равнодушие, что это приносит результат, самое главное. по вопросу, наверное, по основным у нас все. И может быть, что-то в завершении эфира вы хотите сказать людям, которые сейчас думают, стать донором, не стать донором, у вас есть возможность обратиться к людям, которые видят сейчас этот эфир. ну, большую часть я уже сказал и о том, что если вы думаете, то хотя бы думаете на тему того, что становиться или не становиться, это уже хорошо, это уже первый шаг. Как в моем случае, может быть, не сразу, может быть, спустя какое-то время вы к этому придете. Это прекрасно, если так произойдет. ну, а вообще все это мероприятие, оно ведь заточено на что? Чтобы мы все с вами вместе задумались о шансе для рецепиента и возможности для донора помочь этому рецепиенту, поэтому задумайтесь о шансе и возможности, а выводы сделайте сами. спасибо. Спасибо большое. Я думаю, очень была полезная информация сегодня. Надеюсь, тем, кто взвешивает вот эту начашу весов, он какое-то решение, может быть, после сегодняшнего эфира примет. Что даже коронавирус не может быть отговоркой, чтобы спасать людей донором костного мозга. спасибо вам большое. Удачи. И надеемся, что, может быть, эта встреча произойдет и вы тоже увидите того, кого вы спасли. Мне хочется, чтобы это произошло. Спасибо, всего доброго. Да, до свидания. Еще хотела я сказать о том, что в сторис, которые были вчера, мы делали опрос, как вы думаете, донор костного мозга это близкий родственник или это донор? И правильный ответ, конечно, в той викторине был донор, но надо уточнить, что в третий случае донор костного мозга действительно может быть близкий родственник. То есть сначала проверяются как раз близкие родственники, это братья и сестры, и если уже среди родных людей не находят подходящий по генетике человек, то уже ищется неродственный донор, как раз в регистре донора костного мозга. Донор регистров несколько в России, то есть это не один регистр, их несколько, они базируются в разных регионах, то есть это и Челябинская область, и Ксеренбург, Казань, Ростов, Санкт-Петербург, поэтому узнавайте в своих регионах, что поближе, как стать донором, читайте об этом, подходите к этому решению взвешенно, обдуманно, я думаю, как раз и эфир сегодняшний в этом помог во многом. История Жени, конечно, такой пример мотивирующий. Спасибо большое, что были с нами, увидимся через неделю. Спасибо. Спасибо.